Люблю свой возраст. Так охарактеризовала творческую встречу с коллегами, друзьями и учениками Нины Зверева. Свой творческий путь известный тележурналист, член Академии Российского телевидения, начинала на Горьковском телевидении. Как он сложился в репортаже Татьяны Локтевой. Если бы был капитаном большого корабля, поплыл по океану, что бы ты сделал кораблей? Мы сдавали податки. На этих кадрах Нине Зверевой 20 лет, она только пришла на телевидение. Свой профессиональный путь известный журналист начинала в молодежной редакции Горьковского телевидения «Факел». Вот эти ребята, Сергей и Надежда и Рашид, проработали на ударной комсомольской стройке ровно год. А вот первое знакомство будущей теледивы с телевизионной кухней состоялось, когда ей было 8 лет, вспоминает главный редактор «Факела» Рагнада Шабарова. Мы готовили детскую передачу, искали девочку лет 7-8 на улице. И режиссер Михаил Робертович Мараш, любимый наш режиссер, он увидел девчонку с черными такими толстыми, упругими косичками, привел ее в студию и дал ей задание. На счету у Нины Зверевой тысячи сюжетов, десятки тысяч интервью. Работав в прямом эфире, журналист освещала только самые животрепещущие темы, рассказывают коллеги. А после стала учить журналистике других. То, что я попала к ней после школы на работу, это чудо. И я понимала, что я настолько свободна в своем желании быть журналистом. Нина Зверева создала первую в России негосударственную школу телемастерства. В ней прошли обучение более 30 тысяч работников российских телекомпаний. А вот любовь журналистки к русскому языку вылилась в масштабный фестиваль «Живое слово». Я вспоминаю, как мы с ней шли к губернатору с первой сметы фестиваля «Живое слово». И вообще вокруг Нины Витальевны все действительно расцветает. Вот, казалось бы, идея была такая, ну, даже какая-то совершенно нереализуемая, волшебная. И вот это уже действительно не просто на бумаге, а это уже событие. После знакомства и общения с Ниной Витальевной я поверила в свои силы. У меня выросли крылья. Открою секрет, я даже вышла замуж. Журналистика, делится сама именинница, подарила счастье общения с разными людьми и помогла в изучении самого сложного предмета – жизни. Я вижу там людей, вот в этом объективе. Я коммуникатор, я люблю общаться, я люблю объяснять людям, что происходит. Ты должен уловить что-то самое главное и рассказать людям об этом очень понятным языком. Сейчас Нина Зверева посвящает себя преподаванию и тренингам, пишет книги, свой юбилей встречает в кругу коллег, родных и друзей. Признается, семья, творчество – это то, что вдохновляет. И, конечно, сама жизнь. Я люблю тебя жить. А самому по себе не буду. Татьяна Локтева, Олеся Локовчук, Евгений Фокрудинов, Марина Иконникова, Ангелина Демина. Вести Приволчье.